Древний Рим привлекает людей современной эпохи своим имперским блеском, и юристы здесь не исключение. Современные юристы не исключение. Они нередко ищут истоки современных правовых институтов в Древнем Риме, особенно это касается частного права. Не случайно на юридических факультетах до сих пор преподается курс римского частного права. Однако, если мы говорим о правовой науке, то то, чем занимались юристы в Древнем Риме, скорее менее похоже на правую науку, чем даже то, чем занимались средневековые юристы, начиная с XII и XIII века. И в этом сообщении я бы хотел рассказать о смысле юриспруденции в Древнем Риме. Начать, пожалуй, стоит с проблем изучения римской юриспруденции, и связаны она, прежде всего, с источниками нашей информации о римской юриспруденции. К величайшему сожалению многих романистов, исследователей, не сохранилось практически ни одного подлинного произведения римских юристов периода рассвета, за исключением учебника Гая, и фрагментов произведений Ульпиана и Павла. Все это юристы II-III веков нашей эры. Все, что мы знаем о римской юриспруденции, или почти все, мы знаем благодаря компиляции из их произведений, составленных в VI веке при императоре юстиниане по его распоряжению византийскими юристами. Это некая выборка из их сочинений, которая дает много информации, но не дает всей информации о том, чем занимались римские юристы, конечно же. Второе замечание связано с тем, какую же часть истории римских юристов стоит рассматривать в этом кратком сообщении. Римская юриспруденция развивается на протяжении тысячелетий, проходит период архаического права, когда юристами являются жрецы и понтифики, и они скорее решают вопросы ритуалов, сакральных действий, чем вопросы светского права. Следующий этап – это возникновение светской юриспруденции и период ее расцвета, начиная со II века до нашей эры, возникновение светской юриспруденции, и вплоть до I-III века уже нашей эры. Следующий этап – это упадок юриспруденции, связанный с общим кризисом Римской империи, конец III-IV века, и завершающий период, когда как раз составляют свод Юстиниана VI век, период классицизма, период подражания, период высшего расцвета. Таким образом, римская юриспруденция, римское частное право, институты римского права, которые сейчас изучаются студентами-юристами, творение, прежде всего, римских юристов I-III веков нашей эры, период классического римского права. Цели деятельности римских юристов, особенности их мышления и методологии, которые они разрабатывают, определяются формулярным процессом защиты прав, которые в этот период-время существуют. Формулярный процесс разделен на две стадии. На первой стадии претер проводит юридическую квалификацию того, что произошло в жизни, выражает это в сухой формуле, и эту формулу на второй стадии передает судье, частному лицу, назначенному этим же претером, для того, чтобы он решил вопросы факта. Ни претер, ни судья при этом юристами не являются, у них нет специального образования, они не считаются юристами, не претендуют на это. Вопросы права им помогает решать юристы, и в особенностях формулярного процесса, существующего с II века до н.э. до III века н.э. в том, что без юристов сложно адекватно составлять все процессуальные формулы, то есть юристы советуют, как эти формулы составлять, как выбирать правильную формулу, и претеру, и судье они могут советовать, и адвокату, оратору, который представляет интересы истца или ответчика, и конечно же самим и самым ответчикам они могут давать советы. Второе направление деятельности римских юристов в том, чтобы заниматься интерпретацией, толкованием положений источников римского права, законов, но не только законов, в Риме законов было сравнительно мало, претерского эдикта и комментариев к этому эдикту наиболее известных юристов. Третье направление деятельности римских юристов классического периода в том, чтобы по мере необходимости развивать право путем аналогии, путем постепенных наносов, как Фрид Шульц, известный немецкий юрист XX века, исследователь римского права, это определил. И начиная с первого века нашей эры, наиболее известные юристы получают от императоров право давать ответы от имени самих императоров. То есть ответы юристов становятся еще и источником права, обязательным для тех, кто право применяет. И исходя из этих трех важнейших направлений деятельности, римские юристы формулируют свое искусство. Здесь мы как раз переходим к определению того, а что же является искусством права юриспруденции и чем он отличается от науки. Юрист первого века Цельс определил право как искусство доброго и справедливого. Он говорит о праве, но по сути имеет в виду и юриспруденцию, то есть искусство права. В учебной литературе термин искусство, арс по латыни, нередко переводят как науку. Но эта наука доброго и справедливого не является наукой права ни в современном, ни в античном смысле. Почему не является в современном, например, я думаю станет понятно из этого сообщения. А почему она не является в античном смысле? Потому что в античности понятие искусства определили древние греки, в частности Аристотель. Пишет о том, что смысл искусства в отличие от науки, искусство это техно, наука это эпистемы. Так вот смысл техно, в отличие от эпистемы, в том, что техно направлено, или искусство направлено не на познание сущего, сущности вещей, а на создание чего-то нового. И греки же определили перечень наиболее важных искусств, которые необходимо знать каждому свободному человеку. Знаменитый перечень семи свободных искусств. И прежде всего первые три, тривиальные, откуда это современное слово происходит. Любому свободному человеку необходимо уметь читать, писать, ясно выражать свои мысли, мыслить логически и представлять это все в красноречивой форме. Ни одно из этих, юриспруденция, искусство права не входит в этот минимальный перечень, поскольку является неким искусством для избранных. И те, кто прекрасно разбирался в ораторском искусстве или грамматике, оратор, как Цицерон, рассматривая искусство юристов, пишут о том, что это было искусство некого другого рода. Цицерон в своих диалогах об ораторе, о законах, устами участия в этих диалогах, критикует юристов за непоследовательность их рассуждений о праве и говорит о том, что их искусство — это некое особое искусство, по всей видимости, а не ораторское, а не какое-то иное. И действительно, хотя на римских юристов определенное влияние оказывала греческая философия и греческая логика, они адаптировали открытие греческих философов, ораторов и логиков для целей своего особого искусства. Итак, цель соопределяет искусство юристов как искусство доброго и справедливого. Это означает, что главными ориентирами этого искусства является справедливость, воздавать каждому свое. И еще одно невыраженное определение, невыраженное определение ориентир — польза. Польза или частных лиц, или семьи, или всего общества. Главная задача, которую ставит перед собой юрист — это находить подходящую формулу для защиты интересов лица в том или ином споре, в жизненном споре. И именно рассмотрению самых разнообразных споров между римскими гражданами и посвящены их произведения, насколько мы можем судить по компиляции VI века, компиляции Юстиниана. Постепенно от рассмотрения отдельных правовых споров юрист поднимается до объединения этих споров в некую общую группу, группирует их в некую общую, в общую ситуацию и, по всей видимости, формулирует некий модельный казус, в котором описывает наиболее важные правовые моменты. Например, римский юрист может поставить вопрос, рассмотреть ситуацию, что будет в том случае, если некто ставит ловушку на земельном участке, в эту ловушку впадает дикое животное, а затем это дикое животное вырывается из ловушки и его убивает какой-то другой человек. Кому принадлежит животное, ставит вопрос юрист. И через этот казус он будет пояснять, кто имеет право охотиться на земельном участке, ставить капканы, что будет в том случае, если это животное дикое или оно домашнее, и кто может его приобрести в собственность, и кто его приобретает в собственность, если животное убивает не свободный человек, а раб или вольноотпущенник. И на этот модельный казус нанизываются те знания, которые юристы собирают в результате их практической деятельности. И только после того, как формируется некий модельный казус, юристы в редких случаях переходят к формулировке неких обобщений. Насколько можем судить по учебникам римского права, по учебнику Гая или сентенциям Павла, римские юристы ограничиваются самыми общими замечаниями о том, какие есть принципы права, о том, что есть, скажем, деление обязательств на договорные и деликтные, и затем сразу же в учебных целях дидактических переходят к рассмотрению отдельных договоров, отдельных деликтов. И, по всей видимости, римские юристы не очень ценили теорию права как самостоятельную сферу знания. Из того, что нам известно о юридическом образовании, можно сказать, что оно носило практический характер. Молодой римлянин поступал в обучение известному юристу, следовал за ним по пятам в его доме, присутствовал на консультациях с клиентами и так изучал основу права. Информация о том, что в Риме существовало две школы или две секты, сабиньянцев и прикульянцев, не позволяет сказать о том, что существует некая теория права и некие школы, сравнимые со средневековыми или современными университетами. Таким образом, римская юриспруденция, как искусство доброго и справедливого, сложно назвать наукой как в смысле античного понимания науки, так и в современном смысле. Некие проблески того, что в будущем станет наукой, заметны только в самом конце античности, в период юстинианного классицизма, когда были основаны государственные школы в Бейруте, Константинополе, когда яснян проводит реформу юридического образования и на государственный счет в этих правовых школах начинают преподавать профессора права, но век этого яснянокластизма оказался очень коротким и он не позволил изменить римское право настолько, чтобы сделать его правом ученых, в отличие от того, как это сделают в средневековых университетах в Западной Европе.